Друзья, всем привет! С вами Олеся. И в одном из прошлых видео я показывала процессию, какая у нас здесь проходила перед Пасхой процессия Мадонна Адаларата. И многим из вас очень понравилось такое видео с местными итальянскими традициями, поэтому я решила сегодня сделаем еще одно видео с итальянским шествием, с итальянскими традициями. Сегодня будет процессия на Страстную Пятницу. Я покажу, что у нас тут в нашем районе происходят такие дни, в такой день. В общем, такой пасхальный влог из Италии. Сегодня с утра нам еще надо съесть в магазин, закупить шоколадные яйца для детей. Так что покажу вам, как у нас тут яйца продают в магазине, что мы купим. И вечером будет процессия. Так, девчонки, зашла я в магазин, покупала себе краску для волос. Пора покрасить корни. Очень частый вопрос, который мне задают и в инстаграме, и под моими видео, это чем я крашу волосы. Какой цвет, какой тон. Я крашу краской вот этой вот Genas, как она правильно читается, Genas Color. Я беру разные оттенки. Я, честно говоря, тут нет никакой логики. Я беру под настроение или 7-0-1, или 6-0-1. Сегодня вот взяла 6-0-1. Зимой я красила 7-0-1. Ну, не знаю. Ну, иногда я беру на корни 6, а на концы 7. Это неправильно, так делать нельзя. Надо уже, наверное, краситься одним. Или уже быть специалистом по смешиванию. Ну, вот мне вот так вот как-то вот захотелось. В общем, сегодня взяла вот этот оттенок 6-0-1. Вот, как раз отросли очень сильно волосы. Седина там видна. В общем, надо привести их в порядок. Вот. И беру окислитель. Беру, ну, вот тут у нас такая марка. Я не знаю, они хорошо вроде бы сочетаются. Взяла шестерку себе на корни. И не знаю, может быть, буду концы подкрашивать. Может, не буду. Посмотрю по настроению. Но мне надо было тройка, 3%, объем 10. Мне нужно было для Женьки. Потому что она тоже скоро будет, не знаю, может, через пару недель она будет освежать свою покраску. Поэтому я взяла вот троечку. Скорее для нее взяла, чем для себя. Ну, вот так вот. А, сейчас покажу, как эта краска выглядит. Выпадай. Ну, вот такой вот тюбик. Гена Скалор. Гена Скалор. 6-0-1. Это холодная шестерка и семерка. Вот, 6-0-1, 7-0-1. Они такие холодные оттенки. Видите, тут написано Бьондо, Натурали. Бьондо Скоро, Натурали Фреддо. То есть, темный, натуральный темный блондин, холодный. Но он совсем не блондин, конечно, в нашем понимании. Это очень темный оттенок. Но итальянцы называют его, ну, темный блондин. Поехали! Шоколадные яйца мы выбираем детям. Это яйца от Киары Феррани. Такое мы взяли для Женьки. А вот, смотрите-таки. Ду-ду-ду-ду. Какие-то огромные просто яйца. Смотрите-таки, они огромные. Вот. Такое одно яйцо стоит 57,90. Ну, оно ростом с ребёнка. С разными героями для малышей. Для более взрослых такие вот без героев. Бали, Баули. Яиц, на самом деле, очень много. Очень большой выбор. Можно такое большое пластиковое с игрушкой купить. Я хочу вот эту колуары. Вот шоколадные яйца для детей и панеттоне продают. Панеттоне – это такие куличи пасхальные. Цены разные. Ну, вот те, которые сейчас на витрине. По 11,90-12,5 евро. Коломбы. Пасхальный кулич здесь называется Коломба. А здесь спецпредложение к Пасхе. Видите, Коломба – это специальный такой пирог пасхальный. В форме голубки. Ну, такой больше похож на крест. Вот это с шоколадом. Такая с шоколадом 7,60. 7,60, наверное. Зайчики пасхальные. Это тоже все деткам дарить. Так. Мы в Уперкопе вообще-то за яйцами приехали. Но вот тут забрелись розалеи в такое место. Я не знаю, что это. И не подсвечники. Это, наверное… А, для цветов. Красиво. Видите, какая красивая коробочка, чтобы посадить в нее цветы. Красиво. И вот эти красивые штифы. И эти зайчики. Аккуратненько положи назад. Это, наверное, для сада, да? Ой, да тут две светочки. Тут садовые фигурки. Смотрите, какой гномик. Мам, видишь, какой у нас шантина. Шантина. Подсвечники, что ли. И вот такая вот жаба. Интересно, видите? Добро пожаловать в мой сад. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, мы с вами находимся возле церкви. Это один из районов Бари. И сейчас тут перекрывают дорогу. Собралось очень много людей, потому что прямо сейчас начнется шествие. В 7 часов должно было начаться, но немножко запаздывает. Я вижу, выходят какие-то люди уже из храма одеты. Вот-вот должно все начаться. У кого есть возможность, они смотрят процессию прямо из дома со своих балконов. Вот, видите, вот. Начинается процессия. И вот что я вижу уже сейчас, что очевидно, она будет не такая, не такое шествие, как делали в прошлые годы до коронавируса. А, нужно идти в другую сторону. Я думала, они пойдут на нас, а они пошли туда в сторону. Я обязательно оставлю ссылку на то, какие шествия устраивали раньше здесь. И расскажу, почему теперь у нас тут по-другому делают. Из церкви выносят статую, играет оркестр. И процессия начинает свое движение. Следом несут вторую статую, на которой Иисус на кресте. Иисус на кресте. Иисус на кресте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Крест, конечно, маленький по сравнению со статуей, но все равно эта конструкция очень тяжелая Все эти статуи несут Ассоциация моряков Санта-Спирита Они называются Мариная и Санта-Спирита Дима Торзок Там уже несут ложи с мертвым крестом Детские скауты Несут цветы Проходит группа скаутов Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok И я не знаю, будет еще что-то выносить Первый раз вижу именно такую процессию Потому что в прошлые разы на Пасху Это выглядело по-другому совершенно Я обязательно оставлю ссылку на видео Можно посмотреть, что делали у нас в прошлые года Ну и последнюю выносят статую Девы Марии Она все так же в черных одеждах Скорбящая Дева Мария Перед статой бросают на землю цветы Я видела Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, как двигаются моряки Для того, чтобы Как можно плавнее повернуть статую Чтобы эта вся конструкция не упала Это все очень тяжелое на самом деле Друзья мои, вот так вот примерно выглядит Крестный путь и шествие Страстной Пятницы В Италии в этом году на юге Италии Это здесь называется у нас Лепорчесьоне де Мистери и Рити Поскуали И в городе Бари оно в этом году В один и тот же день, в одно и то же время Прошло во многих районах В принципе, не только в Бари По всей Апулии В этом году делали эти Рити Поскуали Эти все шествия В первый раз после двухлетнего перерыва Два года был коронавирус Полный локдаун, частичный локдаун Поэтому никаких мероприятий Массовых мероприятий не проводилось Вот сейчас вы видите крестный ход Который проводили в пятницу 15 апреля 22 года Вы видите, что из церкви вынесли Несколько статуй Каждая из этих статуй Это очень важный символ Традиционного шествия Католического шествия в Италии Во время крестного хода Каждая из них что-то обозначает Хочу сказать, что раньше У нас здесь в пасхальную неделю Проводили еще одно шествие Костюмированное шествие Костюмированный крестный ход Во время которого у каждого Была своя роль Это была настоящая театральная постановка Которая включала ряд библейских событий Описывала ряд библейских событий В частности, Тайная вечеря была Был суд, были заключенные Была полностью постановка Как проходил крестный ход Как шел Иисус Христос На Голгофу Вместе с двумя другими людьми Которых тоже должны были распять на кресте Там были римские солдаты Толпа зевак В общем, это проходило Немножко более интересно Мне кажется Потому что Прямо такая реальная постановка была И я снимала Несколько раз такой ход Я обязательно оставлю внизу Видео На влог Четыре года назад Вот у меня был влог В котором тоже Вот такой пасхальный влог И там половина влога Как раз таки Я снимала Такое подобное Шествие Поэтому кому интересно Можете пройти и посмотреть Как это было Четыре года назад В этом году Такой постановки не было Хочу сказать Что такие мероприятия Здесь, конечно, готовятся заранее Тут у нас есть комитет Который всем этим занимается И вот эти вот Те же самые моряки Из ассоциации Санта Спирита Которые несут сегодня статуи У них У всех была Какая-то важная роль В этой постановке У детей Были важные роли Пол района Участвовала В организации Этого шествия И костюмы Готовились заранее Все это Участвовать в этом шествии Большая честь Для каждого В этом году Такого хода Не сделали Я не знаю С чем это связано В принципе У нас тут Новый пред Новый священник Но он не совсем уже новый Он уже несколько лет Но со своим приходом Он многое изменил Кое-что отменил Кое-что поменял Вот Поэтому я не знаю Будет ли в дальнейшем Подобное шествие Как было Вот 4-5 лет назад Я потом Я буду вам Дальше рассказывать На следующую Пасху Тоже все сниму Поэтому Кто еще не подписан На канал Обязательно подписывайтесь И следите За моими выпусками В общем Я оставляю внизу ссылку Можете пройти Посмотреть И сравнить Шествие Вот 4 года назад Какое было И в этом году На каждом перекрестке Процессе останавливается Читают молитву И после этого Идут дальше И Джей говорит Если ты хочешь знать Хорошо католические традиции Обращайся ко мне Можете пить ну конечно у нас каждое шествие должны заканчиваться панзеротти ну как розали она сказал что она голодная поэтому мы все бросили всю процессию побежали с ней покупать панзеротти и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой получился влог Надеюсь, что вам было интересно Надеюсь, что вам понравилось Если это так, поддержите меня лайками и вашими комментариями На этом я видео заканчиваю Всех вас обнимаю, целую Я желаю вам всем мира и безопасности Берегите себя, берегите своих близких И увидимся с вами очень скоро в следующем видео Чао-чао, всем пока-пока